Архитектура Мы сегодня начнем разговор по теме, которая в архитектуре является чрезвычайно важной и без которой ни понимания архитектуры, ни отношения к ней, ни занятия архитектурой, по сути дела, невозможны. Речь пойдет о архитектурных ордерах. Я хочу обратить ваше внимание на интерьер, в котором мы находимся. Это верхний ионический вестибюль замечательного здания Академии художеств, того самого заведения, 36 лет жизни моей, с которым связаны. И для меня невероятная честь здесь перед вами на эту тему выступать. Тем более, что интерьер некоторым образом хорошо подходит к теме. Мы видим, что окружены большим количеством ионических колонн, которые, собственно, это пространство размеряют, формируют и определяют. Я сейчас просто для начала покажу несколько картинок. Вот собор Святого Петра в Риме. Вот это вот театр Моритима, вилла Адриана в Тиволе. Это вилла Папа Юлия, построенная в Венеолой в Риме в XVI веке. Это храм Посейдона на мысе Сунии в Греции. Это Акрополь. Это храм Аполлона в Пестуме. Пантеон. Церковь Святой Агнесы на Пиоценовоне в Риме. Знаменитейшая вилла Ротонда Палладио. Палацци Кирикати, того же Палладио. Вот здесь, видите, Мальтийская капелла Петербургская. А вот и Академия художеств, то самое здание, в котором мы находимся. Они все совершенно разные. Разброс по времени строительства, по стилям, по культуре, по устройству общества грандиозный. В диапазоне, наверное, порядка почти двух с половиной тысяч лет. Вот если мы возьмем и наберем в гугле, например, архитектурные ордера, то первая страница выдачи будет выглядеть вот так. Пять колонн, которые выстроились по росту, как дети на уроке физкультуры. От маленькой и кряжестой тосканской, потом дорическая, потом ионическая, коринфская и композитная. На самом деле, мало того, что это не похоже, но это еще и все совершенно разное. И сориентироваться в этом и понять, о чем это все и как. В общем, это требует довольно больших усилий, и я постараюсь довольно подробно и довольно долго об этом рассказывать. Вот это книга Доминика Перро, французского теоретика архитектуры XVII века. Это Скамоци, это итальянский архитектор рубежа XVI-XVII веков. Вот это Виньола, знаменитый и великий архитектор второй половины XVI века. Он, наверное, оказал самое большое влияние и на архитектуру в целом, по крайней мере, на французскую, английскую и итальянскую тоже в значительной степени. И получается так, что, как правило, люди выносят из вуза или вот из этих курсов впечатление, что ордера – это какие-то раз и навсегда затвержденные почему-то вот эти пять форм, которые просто нужно очень хорошо выучить и при необходимости их более или менее аккуратно из этой книжки перечертить. На самом деле в Древней Греции, например, никакого представления о тосканском ордере и композитном не существовало. И более того, где-то до самого позднего эллинизма, в классическое время, если бы вы заговорили в Греции о коринфском ордере, это тоже вызвало бы удивление, потому что капитель ответил бы вам, коринфскую мы знаем, а ордера такого мы не знаем. Да, так же, как, на удивление, композитного ордера и в Риме не было. Вот перед нами лист из трактата более раннего, середины XVI века, еще одного итальянца Себастьяна Серлио. И здесь вдруг мы видим, что этот физкультурный строй нарушается, и все те же пять ордеров стоят не по росту. Как же это все так получилось? Как вообще в XV-XVI веке формировались вот эти представления, на которых и на архитектурных трактатах, которые тогда в Италии были написаны, и формировалась вся ордерная классическая архитектура и ренессанса, и барокко, и классицизма XVIII, XIX и XX веков. Начнем мы с того, что я вам покажу, как город Рим выглядел в первой половине XVI века. Перед нами панорамный вид Рима работы Антонио Ла Фрерри. Это середина XVI века. Как раз здесь с птичьего полета представлен город. И мы можем увидеть довольно интересную особенность. Мы можем видеть, что громадное протяжение стен античного Рима, аврелиановых стен, которые были в 60-х годах III века, практически пусто. Средневековый город Рим и тот город Рим, каким он сформировался уже в новое время, к началу XVI века, занимал, ну так навскидку, наверное, не больше пятой части, собственно, античной территории. И весь был скучен на территории античного Марсового поля, в низине образованной излучиной Тибра. А вся остальная территория представляла из себя заброшенные заросли, среди которых на значительном расстоянии друг от друга стояли громадные невиданного масштаба и невиданной мощи руины. На наше счастье у нас есть масса гравюр XVI века, которые показывают, как город выглядел. Видите, вот перед нами величественные руины Палатинского дворца и территория Большого цирка, интерьер Колизея, где его грандиозный масштаб хорошо показан, громадные кирпичные арки терм, вот и колоннада храма божественного Адриана, построенный Антонином Пием, и в средние века превращенно в многоэтажное здание. Театр Марцелла, который встроен уже в городскую ткань, видите, к нему тут примыкают довольно убогие средневековые домики. А вот и пантеон, вросший в землю почти на треть высоты своих колонн с упавшим краем с той стороны. То есть вот так выглядел Рим, и это и художников, и архитекторов, конечно, это никак не могло не волновать, и архитекторы ехали в Рим и тратили часы, дни, месяцы, а кое-кто и годы для того, чтобы активно смотреть эти руины, изучать их, измерять и пытаться понять те законы красоты, которые привели к тому, что это производило настолько величественное впечатление, потому что действительно после краха любой цивилизации и те люди, которые приходят, всегда поражаются и не понимают, как же можно было сделать человеческими силами вот такую великую архитектуру. Сейчас перед нами еще замечательное, сделанное нидерландским гравюром Коком, изображение двора антиквара, где мы видим и архитектурные фрагменты, и фрагменты статуй, снесенные вместе, и положенные для того, чтобы их изучать и, может быть, продавать. И дальше мы видим, что все эти руины так или иначе содержат в себе колонны, богатейший архитектурный орнамент, резьбу, антаблименты, капители и все подобные части. Если мы присмотримся, увидим чрезвычайно интересные подробности художника, который тщательно зарисовывает то, что он перед собой видит, и фигуру советчика, который что-то говорит ему и указывает на что-то. Но речь идет скорее о тандеме исследователя, архитектора и художника, который в том числе и по его поручению зарисовывает то, что видит перед собой. Здесь прежде всего нужно упомянуть, конечно, трактат «Десять книг об архитектуре Альберти», еще XV век, потом появился в первой половине XVI века трактат Себастьяна Серлио, изданный сначала в Венеции, потом появилась книга Виньолы, и книга Палладио «Четыре книги об архитектуре». Каким же образом и какими методами вот эти архитекторы, авторы трактатов анализировали, изучали и осваивали античное наследие, которое они перед собой видели? Этому и будет посвящена следующая лекция. Сегодня я бы хотел подробно рассказать, каким образом работал с античным наследием и как переплавлял эти свои впечатления от углубленного изучения античного наследия Рима. Наверное, один из самых влиятельных архитекторов в истории мировой архитектуры, Андрео Ди Пьетро де Лагандола, известный всем как Палладио. В середине XVI века, в конце 40-х и в середине 50-х годов довольно значительное время провел в Риме, занимаясь как раз в основном, поскольку там он ничего не проектировал, он занимался там углубленным тщательным капитальным исследованием античных памятников. И в том числе по результатам этого исследования он написал и издал знаменитую, выдержавшую многие сотни изданий, свой трактат «Четыре книги об архитектуре». Текст этого трактата и особенно его ксилографские иллюстрации оказали грандиозное влияние на всё развитие европейской архитектуры. Чрезвычайно интересен здесь метод и способ, каким же Палладио с этим наследним работал. Он также в своей книге, в своём трактате приводит словесные описания и обмеры и чертежи по собственным материалам, сделанные многих главных памятников античного Рима. Начнём мы с одного из таких фундаментально важных для истории Ордера сооружений, от которого, конечно, оставалось уже и тогда довольно мало. Это знаменитый храм Марса Мстителя, построенный Августом на Авостовском же форуме. Видите, сохранилось, собственно, что только три колонны, великолепные белого мрамора, пилястра и нижняя часть антаблимента. Ну, я имею в виду из ордерной части более крупно капители этих колонн, архитрав. Вот капитерия ещё более крупная, мы видим такое настоящее качество, присущее самым таким важным имперским храмовым памятникам. Здесь выдающееся качество работы и очень крупный масштаб. Перед нами из альбома «Кавальери» по рисункам Дозио. Вот вид этой части форума Августа в середине XVI века как раз точно в те же самые годы, когда Палладио с этим работал. Видите, те же самые три колонны, пилястра, ну и некоторое количество средневековых пристроек, которые сейчас убраны. А вот перед нами чертёж, которым Палладио сопровождает свой текст, описывающий храм Марса-Мстителя. Вот мы здесь видим коринскую капитель, достаточно подробно прорисованную. И что самое интересное, мы видим здесь архитрав. Мы видим здесь софит архитрава, который сохранился и который очень хорошо прорисован. И видим здесь в том числе фриз и классический коринский карниз. Я не постесняюсь рассказывать вам о некоторых странностях и нестыковках, которые есть в том, как Палладио изображает те памятники, которые он видел, потому что здесь действительно такой каноничный коринский карниз с правильными модульонами, с каблучком, рядом дентикул, иоников, опять же потом модульоны с акантовым листом понизу, выносная часть, гусёк венчающей части, всё как положено. Просто заметим, что при очень корректной и точной передаче сохранившихся частей Палладио совершенно здесь не постеснялся дополнить картину недостающими деталями так, как он их представлялся. Следующий памятник – это, конечно же, Портеон. Во-первых, это, в принципе, был один и остаётся один из самых величественных и целостных памятников, уцелевших от античного Рима, плюс у него выдающаяся степень сохранности. Это фрагмент его антаблемента и капителей коринских замечательных. И вот ещё детали антаблемента, который в данном случае прекрасно сохранился. Капители разной сохранности, но те, которые поглубже в Порте, где они тоже хорошо сохранились, не говоря уже про те, которые внутри. А вот так Пантеон выглядел в 70-х годах XVI века, то есть практически тоже почти тогда же, когда Палладио его исследовало. Здесь мы видим, что один угол антаблемента рухнул, но здание всё более или менее в целости и все детали доступны для изучения. Вот, собственно говоря, первый, один из листов Палладио – это фасад с некоторыми элементами, дополненными им по сравнению с актуальным состоянием. Здесь мы видим, что он добавил два ряда пилястр. На этом листе очень тщательно нарисованный антаблемент и вид его карниза снизу, и видим капитель, детали базы, разрез пилястры горизонтальный и многие другие аспекты. И здесь мы видим очень точное совпадение с тем, что мы видим в натуре. То есть здесь ему не пришлось ничего домысливать, и он совершенно корректно всё изображает. Следующим памятником, очень важным, является боковая колоннада проходного форума. Две колонны, которые уцелели и сейчас, и производят очень большое впечатление, потому что они были сделаны в позднее домициановское время, когда в конце первого века по Рождеству Христову очень высокая степень декоративности в этой столичной школе появилось, поэтому там Каринский ордер, он богатейшей резьбой, рельефами, ибо рельефами фигуративными сопровождается. Это и сейчас производит сильное впечатление. Конечно, Палладио не мог этого не отметить. Вот здесь мы видим фрагменты и видим также, что в XVI веке на своем месте всё ещё сохранялся, собственно, сам храм Минировы, от которого сейчас остался только такой вот бочкообразный свод его подвала и больше ничего, к сожалению. Но вот на гравюрах это видно, на нескольких я вам показываю сейчас. И смотрите, вот, собственно, ордер, который Палладио нам показывает, он тоже очень корректен, похож во всех своих частях и единственное, здесь никак не показаны фигуративные рельефы, но они, собственно, и не были нужны для того, чтобы именно ордерную часть так достаточно ясно показать. И пантеон, и вот эта вот боковая колоннада храма Божественного Адриана, они находились и находятся в самой сердцевине Марсового поля, то есть среди очень плотной средневековой застройки, и это так и в XVI веке было, и, конечно, вот этот вот разрыв, даже не разница, а именно разрыв в масштабе, когда вот эти громадные колонны, в которые четыре или пять этажей средневековых, застроенных между ними, помещалось, это, конечно, как и сейчас, производило огромное впечатление, вот эти колонны, как они выглядят сейчас. Вот видите, сильно потраченная временем античная колонна, и рядом с ней довольно тщательно восстановленный в XVIII веке пилястра, которая показывает как бы эту реконструкцию. И вот еще фрагмент. И мы видим, что в XVI веке, вот по гравюре Дозио, которая тоже тогда же сделана, мы видим, что антаблемент антаблемент еще сохранялся на своем месте, потому что к нынешнему моменту на месте сохранился тоже подлинный только архитраф. Некоторые фрагменты антаблемента, они сохранились в музеях, но на месте их сейчас нет, однако мы видим, что в XVI веке они еще сохранялись, и Палладио их видел. И здесь мы смотрим на чертеж, который он дает в своей книге. Тоже очень точный. Он здесь воспроизводит вот эти примененные здесь вместо модульонов по той моде, которую, видимо, ввел впервые Адриан в Риме в своем храме Венеры и Ромы, и которые дальше тоже иногда встречаются, когда модульоны заменены такими кубическими кронштейнами, сделанными немножко похожими на то, как делаются архитравы. И еще очень важная для понимания предпочтений Палладио деталь это вот такой вот бочкообразный выпуклый фриз. Это исключительно восточная черта, потому что он родился, видимо, или в Малой Азии, или на территории Декаполиса, на самом востоке Римской империи, скорее в Малой Азии. И он чрезвычайно не характерен для западных областей Римской империи. Палладио, разумеется, нисколько не ограничивал себя периметром аврелиановых стен, а ездил довольно активно и обмерял, мы это тоже увидим, памятники, которые находились на разном расстоянии от Рима, скажем, в городке Тиволи, про круглый храм Весты мы сейчас и поговорим. Вот его общий вид. Храм Весты в Тиволи – это довольно ранний пример еще республиканского времени. И, скажем, Коринфский ордер, в котором он построен, это чрезвычайно своеобразный, так называемый, итальянский вариант Коринфского ордера, который очень от канонического отличается. Вот видите, здесь на этой фотографии довольно хорошо виден такой очень своеобразный характер этих капителей и того, каким образом здесь сделана вся резьба антаблимента. Вот капитель более крупна, и мы видим, что она, конечно, довольно необычная. Она необычна с точки зрения канонического представления о Коринском ордере, который из учебников следует. На самом деле, скажем, для архитектуры Помпея или Геркуланума это нечто совершенно обычное. Это две гравюры XVI века, которые этот храм показывают. Видите, сохранность его такая же, как сейчас. И мы видим, что здесь гравюры больше даже захватывали не детали ордера, а драматизм расположения на скале этого храма в панораме с дальними планами и знаменитыми тивалийскими водяными каскадами. Давайте посмотрим, что же нам показывает Палладио. Палладио показывает нам достаточно точно отрисованный постамент храма, базу, и вдруг мы вместо той своеобразнейшей капители, которую вы только что видели на фотографиях, видим, ну, если так можно выразиться, обычную, стандартную коринфскую капитель. Ну, здесь мы видим, что Палладио, несмотря на то, что он очень хорошо себе представлял, как эта капитель выглядит, более того, на одной из церквей венецианских, которые он проектировал, он на фасаде ее же и применил, довольно точно цитируя. Но в книгу, однако, он эту капитель заменил на некую, скажем так, общеупотребительную, стандартную модель. Из Тиволя мы возвращаемся обратно, причем прямо на Римский форум. Перед нами выдающийся, крупный и хорошо сохранившийся фасад храма Антонина и Фаустины, того же примерно времени, что и храм божественного Адриана, тоже построенный Антонином Пием. И вот то, как сейчас он выглядит. Вот видите, это его антаблимент, который достаточно хорошо сохранился. Здесь мы видим и архитраф, и фриз, и карниз, у которого в данном случае отсутствуют модульоны, что мы заметим для себя, неплохо сохранившиеся капители, и монолитные стволы из полосатого, очень декоративного малазийского мрамора, называющегося чаполин. Вот так этот храм выглядел в XVI веке. Мы видим, что церковь туда еще не была встроена, тогда, которая появилась уже в XVII веке после контрреформации. И самое главное, что мы видим, что из-за того сильного подъема уровня земли, который для низин римских характерен, тя нижняя часть храма, включая базы, она погружена в землю. И дальше вот еще одна гравюра того же времени. И теперь, если мы посмотрим на лист, посвященный деталям капители и антаблимента в трактате Палладио, мы увидим, что и рельеф с грифонами воспроизведен, и довольно точно, корректно воспроизведен карниз и архитраф. А теперь будет тоже довольно любопытный момент, потому что есть такой бычий форум в Риме, форум Баариум, собственно говоря, в следующий первоначальному смыслу слово форум, торжеще, так сказать, это рыночная площадь, по сути дела, это то место, где торговали скотом исторически. Да, и вот на этой площадке в очень неплохой сохранности находятся два храма. Храм Геркулеса Виктора, который долгое время из-за его круглой формы называли храмом Весты, и храм Портунуса, нормальный такой ионический храм республиканского времени. Начнем мы с круглого храма. Капители его чрезвычайно интересны, потому что после нескольких пожаров там были утраты, и поэтому это тот редкий случай, когда на одном и том же здании, на одних и тех капителях можно проследить эволюцию коринских капителей за время примерно с сотого года до Рождества Христова и на 200 лет вперед примерно. Вот они здесь немножко разные, такие базы, вот это сейчас совершенно точно верхняя часть восстановлена, а нижняя подлинная, вот таких вот оригинальных ранних капителей. Сейчас на экране гравюра достаточно наивная, но любопытная гравюра тоже конца XVI века, показывающая реконструкцию этого храма. И вот здесь вот на реконструкции мы видим, что как, так сказать, в Ренессансе и принято было думать, здесь, видите, выходит несколько цилиндр целый наверх и увенчивается купол. на следующем изображении, на следующей гравюре мы здесь видим то, как в действительности этот храм выглядел в XVI веке. Выглядел он очень близко к тому, что сейчас, единственное, пространства, промежутки между колоннами были забраны стенкой. Но это не мешало довольно хорошо видеть, что там, собственно говоря, есть и как это выглядит. И теперь, к своему удивлению, мы обнаруживаем здесь сразу две любопытные вещи. Мы обнаруживаем опять, вот сравните, видите, вот опять я вам показываю колонну, капитель, фотографию, а вот Палладио опять, по уже той привычке, которую мы уже за ним заметили, дополняет, не дополняет, а заменяет ее, так сказать, таким стандартизированным изображением коренской капители и пририсовывает сюда антагремент, причем стопроцентно фантазийно, потому что Палладио нравился вот этот вот прием с таким выпуклым фризом. Это видно не только потому, что он здесь его применяет, но и потому, как он старался при возможности применять его и в своих проектах тоже. Теперь вот это вот ионический храм Партунуса, то, что называется псевдопериптор, с четырьмя ионическими колоннами по фронту и с таким тяжелым, очень-очень массивным карнизом, то, что характерно для римской архитектуры в противовес греческой. Да, и вот его задний фасад с полуколонными ионическими, и вот то, как этот храм выглядел в XVI веке. Он вплоть до начала XX века использовался под церковь. Что же делает Палладио? Палладио его достаточно корректно изображает, он показывает его антаблемент, и здесь совершенно никаких отступлений от того, что мы в действительности видим, он здесь не делает. Вот тут появляется еще один источник, который мы пока никак не упоминали, это нумизматика. Довольно большой процент римских монет имел на одной из сторон изображение архитектурных памятников, в частности храмов, и на храмах довольно часто или почти всегда встречались акротерии, то есть в данном случае это статуи, которые находились на вершине фронтона и вот здесь вот по краям, при этом в натуре. На тот момент стоящей на своем месте ни одной такой подобной статуи не было, они были известны или по некоторому количеству рельефов, и по многочисленным изображениям храмов на монетах. Я думаю, что у нас будет возможность в натуре несколько таких монет посмотреть, мы это сделаем. И здесь Палладио просто щедро от себя прибавил три достаточно условно изображенных вот таких статуи на храм Портунуса, где от них никаких следов не оставалось. То есть они не очень похожи на то, что могло быть на храме Портунуса, но удивительно похожи на то, как Палладио использовал статуи в своих проектах. Вот перед нами фрагмент интерьера Мавзолея Костанции. Это первая четверть IV века уже поздний достаточно памятник, но, как я уже и говорил, вот этого развлечения республиканского, императорского, раннехристианского времени для исследователей XVI века не было, это все было одной монолитной такой материей. Здесь мы видим, что использованы взятые из более ранних памятников композитные капители и достаточно такой грубоватый, я бы сказал, антаблемент, где используется опять выпуклый фриз, и это второй из двух приходящих мне на память случаев использования выпуклого фриза в Риме. Вот Палладио это тоже не мог не заметить, вот это изображение этого мавзолея, антаблемент показан достаточно точно, а капители тоже, ну, их некоторые своеобразные детали, они здесь достаточно хорошо отражены, ну, и, конечно, с любовью этот самый выпуклый фриз показан. Дальше небольшой храм, который Палладио определил как храм Клитумна, вот как он выглядит, и здесь есть несколько странных деталей, то есть видно, что он, капители его как будто бы взяты из нескольких разных мест, и довольно органично мы видим, что в фронтоне изображен христианский крест, и смотрите, как Палладио его показывает, он его полностью реконструирует, тоже фигуры ставит скульптуры акротерии, показывает здесь антаблемент, показывает тщательно все три вида вот этих вот резных стволов, колонн, лестницы, и в том числе интерьер, где показывают такие вполне нормальные коринфские колоночки, где это ниша, и так далее, то есть он так вот серьезно реконструирует это как храм, тоже немножечко придавая его чертам и деталям характер некой нормативности, то есть чуть-чуть сглаживая его своеобразие, этот удивительный памятник на самом деле это античный храм, которого никогда не существовал, потому что это на самом деле это сооружение было сразу построено как христианская церковь, в виде античного храма, практически полностью собранная из подлинных античных деталей, взятых с двух или трех разных памятников. Мы видим метод, которым Палладио пользуется. Он чуть-чуть приводил те из деталей, те из капителей или те из ордерных фрагментов, которые казались ему выбивающимися из общего ряда, в сторону, которая могла им быть воспринята как отличная от прекрасного вот этого идеала. Это одна черта. И вторая это то, что он в общем дорисовывал те части от себя, которые не сохранились и о которых не было совершенно никаких сведений. Очень важно, что это совершенно не мешало Палладио в своих проектах использовать те отличающиеся от вот этого нормирующего идеала детали, которые он видел. Например, он довольно широко использовал тот упрощенный ордер, который можно было видеть в Риме на Порто-Маджоре, на Колизее. Если же теперь мы посмотрим на то, каким образом Палладио показывает вот эти пять ордеров, собственно, вот эта традиция разделения на пять ордеров тосканский, дорический, ионический, коринский и композитный, она до Палладио была сформирована, и здесь мы немножечко увидим, как и любая схема, вот эта схема пяти выстроенных по росту ордеров, она несколько сужает действительность и чуть-чуть насильственно ее нормирует. Собственно, вот то, каким образом это происходит, мы сейчас с вами и увидим. Страница с аркадой Тосканского ордера, мы видим такого крепкого, такого крепких пропорций с сильным этазисом полуколонны, видим вот такие вот довольно сжатые капители, и видим вот такой антаблемент с грубым рустованным фризом. Да, или вот детали более крупно, причем мы здесь видим разные варианты капителей, где, скажем, и хин, и вал базы, они превращаются соответственно в гусек и обратный гусек тоже. Такие действительно примеры бывали. в античности. Собственно, здесь мы сейчас видим и увидим дальше, каким образом, какой метод был его работы с поиском вот этих нормативных, идеализированных образцовых пропорций для каждого ордера. Он суммировал свои впечатления от обмеров разных памятников и сводил их в некое единое целое по своему эстетическому чувству и по частоте того, что встречалось, собирая из них некое идеализированное целое. Вот, например, пример вот такой вот аркады, расположенной возле овощного рынка в Риме, вот где мы можем, вот это мы можем назвать тосканским ордером, да, и здесь мы видим каким образом это было устроено. Да, также тосканский, собственно говоря, это нижний, ордер нижней аркады Колизея. Ну, мы видим, что то, что Палладио у себя в трактате выстраивает, в меньшей степени похоже, по крайней мере, в особенности на Колизее видно, что пропорции тосканских колонн он берет не из тех памятников, которые в Риме ему были известны, которые он мог трактовать как тосканский ордер, но скорее из текста Витувия, в данном случае отдавая предпочтение именно античному тексту. Если же говорить про именно дорический ордер и ионический тоже, такого рода памятников в Риме очень и очень немного, потому что все-таки, скажем, значительное большинство вообще всего корпуса имперского времени построек, это все-таки коренский и композитный. Одно из самых мощных, сохранившихся и производящих большое впечатление сооружений и фасадов Рима это вот этот грандиозный дугообразный фасад театра Марцелла, который мы сейчас на экране видим, и который в средние века еще был настроен и превратился в укрепленный дворец. Чем он очень интересен? Он интересен тем, что первый ярус здесь именно дорический, а второй ярус ионический. Перед нами сейчас фасад театра Марцелла, вот его фрагменты, здесь видите, вот, собственно говоря, дорические колонны, правда они без бас и без каннелюр, зато здесь такой полноценный триглифно-метопный фриз, вот это вот крупный фрагмент ионического ордера, видите, вот мы видим вот такой капитель, антаблемент из архитрава фриза и карниза с дентикулами, которые здесь уже никто не оспаривает, вот так театр Марцелла выглядел в 16 веке, и сейчас мы переходим к тому, что мы видим, дорическую аркаду, который иллюстрирует свой рассказ о дорическом ордере Палладио, мы здесь видим триглифно-метопный фриз, мы здесь видим, что метопы заполнены круглыми розетками и букраниями, этот дорический ордер здесь набран базой, как, собственно говоря, для римского, скорее, тосканского ордера это бывало характерно, Палладио компонует вот этот свой идеальный дорический ордер из текста Витрувия, из ордера театра Марцелла и одновременно слегка чистит это все дело, потому что обратите внимание, что следуя критике Витрувия, Дентикулы он оттуда убирает. Если же мы посмотрим на то, что происходит с ионическим ордером, здесь то же самое, здесь тоже сделаны каннелюры по тем же самым причинам, но что особенно интересно, Капители, где речь идет про Аркаду, он берет из театра Марцелла, на более подробном листе, там, где он показывает крупно капитель и антаблемент, он гораздо более декоративный, у капитель применяется резьбой и орнаментом, который заходит в валюты, и здесь же он изобретает очень любопытную вещь, он здесь опять применяет вот этот выпуклый фриз, и не очень-то свойственный нормальному ионическому ордеру антаблемент с модульонами, причем такое впечатление, что эти модульоны он модифицировав, берет из храма Сатурна на римском форуме. Если же говорить про Каринский ордер, то с Каринским ордером, как я и говорил, все было достаточно просто, потому что примеров сохранившихся была масса, и вот мы видим здесь такой совершенно правильный каринский ордер, у которого мы видим капитель, ствол колонны с каннелюрами и антаблемент, который чрезвычайно похож на сразу несколько сохранившихся примеров. Скажем, вот смотрите, здесь он явно совершенно пользуется и капителями пантеона, причем как наружными, так и то, что я сейчас показываю, прекрасно сохранившиеся и великолепные работы капители каринских колонн нижнего яруса интерьера пантеона, а вот дальше возникает некая проблема, и проблема это как раз проблема композитного ордера, композитных капителей было много, а композитного ордера как целостная система со своим антаблементом отличающимся и прочими частями в античности не было, потому что там композитный капитель рассматривался просто как вариант на замену капители в системе Каринской Ордере. Это прекрасно можно проиллюстрировать собственно чем? Опять же интерьером терм-диоклетиана, интерьером фригидария огромным, который Микеланджело в конце, в середине 16-го века переделал церковь Санта-Мария де Лианджели. И там мы видим буквальный пример, когда каринфские и композитные капители подведены под один и тот же антаблемент на одних и тех же колоннах. То есть это хорошая иллюстрация к тому, о чем я говорю. Вот мы их на экране видим. Вот так этот интерьер выглядел в 16-го веке еще до того, как Микеланджело его превратил в церковь. Вот мы здесь эти колонны с капителями видим. Я хочу чуть-чуть вернуться назад и показать вам гравюру не из странный тяжелый и необычайный антаблемент у композитного ордера, который вот с такими мощнейшими кронштейнами во всю высоту фриза. Откуда бы ему такому взяться? Если мы внимательно с вами посмотрим на Колизей, Колизей, конечно, повлиял колоссально на все, что в 16-м веке писали и думали, потому что здесь есть то, что в 16-м веке называлось термином суперпозиции ордеров. То есть если их несколько один на другой надо ставить, что, дескать, есть совершенно четкий определенный порядок, что сначала должен идти дорический, потом ионический, потом коринский, потом композитный. Исследователи 16-го века они поправили действительность, потому что здесь у нас собственно тосканский в натуре-то, потом ионический, потом коринский, а потом сверху коринские же пилястры. Но правда внутри Колизея довольно большое количество композитных капителей, потому что по самому верхнему ярусу колизейского интерьера там была галерея, крышу которой подбирали крупные отдельно стоящие композитные колодны. Это правда. Но так или иначе мы видим, что венчающий карниз Колизея по неким, так сказать, совершенно своеобразным и тонко почувствованным причинам он очень необычный и он действительно сделан так, как Серлива нарисовал это на своем трактате для композитного ордера. Но здесь действительно, если бы, например, здесь после коринского шел бы композитный, тогда получилось бы, что это и есть антаблемент композитного ордера. Вот вам крупнее тот же самый фрагмент, вот он еще. И перед нами, во-первых, хороший пример того, как ищущая мысль архитекторов конца 15-го и 16-го века работала, когда они хотели найти и каким-то образом легитимизировать антаблемент композитного ордера, перед Палладио была довольно трудная задача каким-то образом придумать, откуда же ему взять некий вариант антаблемента, который был бы действительно основан, поскольку на Витруве здесь не сошлешься, поскольку Витруве по понятным причинам про композитный ордер ничего не пишет, то нужно было найти среди римских памятников что-то такое, что позволило ему сформировать эту вещь. И здесь мы возвращаемся с вами к храму божественного Адриана, про антаблемент которого я говорил, что он достаточно необычен, потому что там вместо модульонов, при том, что это коринфский ордер, там применены такие кубические формы, похожие по трактовке на фрагменты архитравы. Вот они здесь на фрагменте гравюры по рисунку дозию того же примерно времени, мы видим то, как он работает над чем? Над антаблементом композитного ордера. Вот здесь он рисует композитную капитель, антаблемент, а антаблемент мы с вами сейчас видим, он очень тщательно и красиво прорисован, и он представляет из себя ничто иное, как антаблемент храма божественного Адриана, потому что он необычен, и эту его необычность для коринфского ордера Палладио использовал для того, чтобы на его основе сформировать свое представление о том, как должна выглядеть антаблемент и карниз композитного ордера. Вот тем самым мы с вами еще раз получаем подтверждение и иллюстрацию того метода, каким Палладио пользовался для того, чтобы формировать вот эту идеализированную нормативную схему того, как ордера какие они должны быть правильны. Палладио в меньшей степени, а вот его современника Виньолу принято ругать за, так сказать, вот эту некую неизменяемую идеалистичность и, так сказать, инвариантность этих орденов композиций. На самом деле это, конечно, глупость, потому что ведь и Виньола, и Палладио они писали это для людей, которые, в общем, всегда могли посмотреть на фрагменты живьем, и во-вторых, что самое главное, это было, в общем, основано на живом понимании, что любой архитектор в определенных границах, конечно же волен и изменять пропорции, и что-то свое привносить, и как-то с ордером работать, рисуя его каждый раз заново для каждого конкретного случая и каждого конкретного здания, но это нисколько не отменяет, что рисование чего-то заново должно строиться на некой основе. Мы возвращаемся к этой глубокой пережитой мысли, еще античной, о некоем таком не просто биоморфном, а антропоморфном характере ордерной архитектуры, хотя это кажется странным, но на самом деле ведь мы помним, что идея канона при изображении человеческого тела это тоже идея античная, при том, что в античной скульптуре в самые разные ее эпохи было довольно ясное представление, что люди совершенно разного телосложения бывают, так сказать, разной степени физического развития, разного пола в конце концов, так сказать, и так далее, и так далее, то тем не менее канон как некое исходное, идеальное, от которого потом скульптор сознательно строит изображение тела применительно или к конкретному изображаемому, или чаще к ситуации, к той задаче, которую он решал, вот такое же точно соотношение и должно было быть между вот этим идеализированным каноническим инвариантным образцовым ордером, который вот путем такого сложного отбора, о котором я рассказывал, происходил, и именно вот это четкое и такое вот живое понимание того, что это только отправная точка для твоего собственного творчества, оно, к сожалению, потом немножко ушло, и мы дальше, так сказать, в развитии истории архитектуры видим, к сожалению, много примеров, когда эти книжные пропорции заучивались и брались просто механистически. Но мы с вами так делать, я надеюсь, не будем, и самое главное, что я надеюсь, что я вас немножко вооружил некой, так сказать, такой хищностью взгляда, когда, если вы захотите посмотреть на ордерные какие-то композиции вокруг вас, ну, хотя бы вот мы поднимаем голову, видим здесь ионический ордер, и понимаем, что он сделан тоже применительно к этой конкретной задаче, немножечко по-своему и по пропорциям, потому как сделан капитель, и пропорции антаблемента тоже достаточно они нарисованы конкретно для этого помещения, для тех задач, которые архитектор здесь решал. Вот, собственно говоря, на этом я сегодня хотел бы закончить. Спасибо. Спасибо.